Мы сейчас не будем проходить по всем действиям, которые у вас возникли. Пока мы ограничимся тем, что посчитаем общее количество идей. Там у нас, по-моему, были множницы. Можницы у нас? Четыре идеи, комбинация первой и третьей. Пять. Пять, не записываем. Пять? Пока. Просто пять. Три. Там три всего. Три, да. Три. Так, здесь два, четыре, шесть, да? У камней шесть. Хорошо. Пока все. Мы вернемся к этим идеям чуть похоже. Спасибо. Такой вопрос. Может быть, пару комментариев. Какие у вас ощущения были, когда вы думали над решением проблемы? О. О. За склонность. За склонность. Спасибо. Возвращение к прошлому. Это очень серьезное. Возвращение к прошлому дня. На первые три-четыре минуты. Возвращение к прошлому. Сколько раз? А вот. А потом, в общем, уже начался... Ну, как бы, направлено на идущий штурм на решение вот того. Противоречивание. А как он был отправлен? Ну, вот просто... От всего лишь нет. Вот решение на противоречивание. Никаких скорейших проблем. Хорошо. Да, верно. И это действительно был мозговой шторм. В той или иной степени классический. Смысл в том, что люди, посмотрев на проблему, понеслись ее решать. И придумывали те решения, которые первые приходят в науку. Были попытки анализа. Разобраться с тем, что это. Но, в целом, исходя из того, что вы знаете сейчас, какой у вас опыт, вы искали варианты решения. Классический мозговой шторм. Значит, что такое? Так, мы вот, собственно говоря, первые два пункта на этом закрыли. Упражнение игроки. И теперь переходим к следующему разделу. Это немного отрезия. Теперь переходим к основной части. Теория решения изобретательских задач. Была впервые как концепция опубликована в 1946 году. Автор Генрих Савуевич Акшуллер. Советский изобретатель. Очень умная голова. Писатель, фантаст. И изобретатель, он перед ушел через свой опыт. Он работал патентоведом. Он сам изобретения создавал. Регистрировал изобретения других. И он анализировал, каким же образом происходят или производят сильные решения, которые затем патентуются. В основу ТРИС в игре порядка сорока тысяч патентов. С сильными решениями. Сорок тысяч сильными решениями. Сколько всего патентов он анализировал, сказать сложно. Я не знаю. И его задача была обобщить это знание после анализа всех десятков тысяч патентов. Обобщить те закономерности, которые он выявил. Которые позволят превратить творчество из чего-то не опознанного, не оформленного в более-менее инженерную задачу. Он предложил, разработал несколько инструментов. Сформулировал закономерности. И таким образом он сформулировал теорию, которая впоследствии получила название для решения изобретательских задач. Эта теория в нашем случае, если мы посмотрим на нашего паука, наверное, лучше всего применяется, на первый взгляд, в этапе выполнения. если кому-то не видно, это выполнения. Когда мы говорим о hard skills руководителя собственного проекта, инструменты и техники, которыми руководитель проекта владеет, то кажется на первый взгляд, что риск от решения проблем лучше всего будет применяться на этапе выполнения. Но с другой стороны, если мы посмотрим на тот класс проблем, который риск может решать, и как риск применяется, он может быть принятым наряде в других этапах. Включая организационные моменты, включая инициацию проекта, планирование, контроль управления. В общем, в тех местах, где у нас возникают проблемы, противоречия. Противоречия – это двигатель ТРИС. Об этом подробнее чуть позже. В то же время ТРИС – это достаточно большой объем знаний. Здесь перечислены основные понятия и элементы ТРИС. Всем не видно, или лучше всех не зачитать. Значит, есть методы развития творческого воображения. Это методы, с помощью которых можно растормошить мозг и напасть на след каких-то непривычных в обычном смысле или в обычной ситуации решений. Такие вещи, как, например, оператор – размер, время, стоимость – 1С. Или метод маленьких человечков. Много всего. Если коротко метод маленьких человечков, мы в нашу систему вводим много агентов. Маленьких человечков, которые делают какую-то смысл. То есть для выполнения нашей задачи, чтобы нашу инерцию быстрительно растормошить, вводим дополнительных вот таких вот агентов. И они нам что-то делают. Потом эти агенты могут заменяться на другие вещества. Это газ. Это могут быть какие-то данные новые, если мы про IT говорим. Смысл в том, чтобы отойти от привычного кода мысли. Оператор – размер, время, стоимость. Он позволяет точно так же разрушить инерцию мышления через манипулирование с размером нашего объекта. Мы представляем, что он бесконечно большой. Например, наша веб-компания, она не из 10 человек, а из миллионов состоит. Ну, бесконечная – это, понятно, абстракция. Или наша компания, наоборот, микрокомпания – один человек или два человека. Как эта проблема, которую мы думаем, будет решаться в таком случае? Точно так же время. Операции, которыми мы занимаемся, они занимают бесконечное время. Например, выполнение каждого проекта в нашей компании занимает бесконечное время. Или в любое время. Мы все проекты делаем наверху. Наведет нас на какое-то решение. И точно так же стоимость. То, что мы делаем, стоимость – бесконечную сумму денег. Ну, это очень много. Или бесплатно. Достается бесплатно. Это элементы, методы продвигательства воображения. Функциональные стоимости, анализ МСА. Подразумевает, что мы раскладываем нашу производственную цепочку на компоненты и все очень внимательно анализируем и думаем, а что бы выкинуть из нашей производственной системы, чтобы при этом получить тот же самый результат? Как за счет других систем получить ту же самую функцию, грубо говоря, за бесплатно? Випольный анализ – это вообще мистика, на самом деле. Виполь – это вещество и поле. Я об этом виполь. Жизненная стратегия творческой личности – это, в общем, стратегия. Что происходит с человеком, который творец? И что происходит с ним, когда он в мир несет новые идеи? На самом деле, в общем, нехорошее происходит с человеком, а с идеями, как правило, потом все хорошо. Но основная тут идея в том, что если уж вы поставили перед собой задачу изменить мир, то будьте готовы к тому, что вы его измените, но не в этой жизни. Ну, друг говоря, так. Или будет много проблем, а потом все будет хорошо. Так и должно быть. Или если у Мэйнштейна, если проблема, на первый взгляд, не абсурдна, то в нем ничего стоящего нет. Поговорить решение изобретательских задач АИС – это как раз-таки достаточно четко основанный, сформулированный подход, как решать проблему. Он состоит в зависимости от модификации 5-8 пунктов и позволяет сложные проблемы разложить на полочки, на этапы, и в большинстве случаев найти очень интересные решения. Есть, правда, дисплеймер. Если проблема решается обычными методами, то не надо пользоваться АИС. Это, да, в том плане, что времени на самом деле надо довольно много, А результат будет тот же самый, если вот известно уже традиционное решение, или, так сказать, понятный дума, не надо пользоваться АИС. АИС существует программа. Ну да. И этих программ, по ТРИЗУ, их вообще, говорят, много. И по ТРИЗУ, в том числе, смысл в том, что они, пользуясь существующим информационным фондом, позволяет ускорить процесс, но в то же время основная задача – это компания проблемы. Оно трудно оплатизировать, трудно обновить. Все равно нужен человек. Хорошо. Идеальный конечный результат, об этом мы и с ним поговорим. Стандартный для решения задач. Типовые примеры. Распитарка решается достаточно новая задача. Распитарка решается в том, что у ТРИЗУ есть, как можно работать. Технические противоречия приемных их разрешений мы тоже поговорим сегодня. И законы развития технических систем ЗРТС – это очень полезная вещь для тех, кто занимается продакт-менеджментом или работает в отделе маркетинга, маркетинга, решает задачи типа того, как будет наша система, наш продукт выглядеть в будущем. или не будет, если время этого продукта вообще подошло к концу. Этого не будем сегодня рассматривать. Таким образом, мы сосредоточимся на этих трех вещах, потому что они достаточно простые для понимания, важные – это системный оператор, идеальный конечный результат и поговорим о технических противоречиях и приемах их разрешений. Есть ли сейчас какие-то вопросы? Хорошо, теперь еще немного о том, как и когда применяется ТРИЗ. На этом графике показывается, что, ну, смотрите, если мы говорим о времени, то у нас основные проблемы возникают вначале, когда у нас будет много неопределенностей, и тут возникает противоречие системы. Здесь ТРИЗ можно применить. В процессе выполнения, когда вам нужно реализовать требования, и, допустим, они противоречивые, и вы приходите к пониманию того, что для того, чтобы что-то сделать, у вас нет идеи, как это делать. И, ну, в самом для ТРИЗа, для применения ТРИЗа, в идеальном варианте, вы успеваете какое-то физическое противоречие. Но не бывает так. Не летают предметы тяжелее в воздух. Да? Потому что перед нами все, что в воду бросишь, если оно... Ну, короче, должно помочь, да? Так вот, оперательский, физическое противоречие. Вот нельзя вместить то, что у вас должно работать, в этот объем оперативной памяти. Ну, вообще нет. Вот. Это тоже метательное выполнение. Ну, и дальше метательное внедрение. Возникают проблемы, когда вы хотите вашу систему разместить, например, гена, и лучше с вас взять никакие приборы. То же происходит проблем. Для всех остальных ситуаций, которые по сложности стандартные, можно ТРИЗ применять, но эффект будет не такой впечатляющий, как применение любых других стандартных подходов по тому же мозговому штурму. Хорошо. На этом все про введение в ТРИЗ. Восемь часов. Это кукушка. Спасибо. Итак, как это помогает в IT? Хороший вопрос. Так, что же умение в IT дает? Ну, я, чувствуя, думал, чуть повыше в Литвина, поднимать тексты на правах. Значит, типовые проблемы. Какие у нас есть? Я сейчас имею в виду не проблемы, которые в проектах, а проблемы, которые стоят перед нами. Это то, что мы решаем опять-таки из-за нашей выяснительной инерции проблемы так, как мы решали их всегда. Если мы владеем молоком, то любая проблема для нас будет. Мы пытаемся решить стандартным способом. Если не решается, то мы убираемся и не знаем, что делать дальше. Следующий пункт – это метод проб и ошибок. Проблема здесь в том, что метод проб и ошибок мы заняты студией Edison, который тысячи опытов проводил, все возможные комбинации, испытывал проб и разработали своих лапочек. Все на нем. Походу вот так вот. Не получается – делать следующий эксперимент. Тысячи экспериментов. Ну или… Короче, брут-форс. Брут-форс. Если у вас очень много ресурсов, время, деньги, то, в принципе, да, почему нет? Если это допустимый способ решения. Большое средство, чем мы в ресурсах сильно ограничены, и времени у нас, особенно в IT, просто нет. Чем быстрее выйти, наверное, тем лучше. Это очень. И отсутствие общей картины. Отсутствие общей картины означает, что человек, он с чем-то разобрался, у него есть определенная картина, как вот эта система, которой он занимается, выглядит. И вот человек мыслит в терминах этой системы. Он не выходит, не идет шаг влево, шаг вправо, вверх-вниз. И это очень сильно ограничивает возможные варианты применения и решения. Потому что решения могут быть где-то сбоку. Очень неожиданно для вас. Что дает рис? Трис дает направление для поиска. Это как раз-таки основное его назначение. Он подсказывает весь, как он очень часто не дает готовых решений. Ну, бывает такое. Но чаще он дает подсказки, и с этими подсказками дальше уже и осуществляется тот же самый разговор, что будет. То есть вы штурмите, вы будете выищать идеи не относительно изначальной проблемы, а относительно того, каким образом может применить те рекомендации, которые дает рис. А рис дает рекомендации в ту сторону, как другие люди, другие проблемы, но с похожими комбинациями комплектующих факторов, получали сильные решения раньше. То есть вы пользуетесь уже в этой ситуации опытом других людей. Многократное увеличение количества людей. Но это может быть даже в какой-то момент проблемой, что сейчас у вас есть 3, 5, 6 идей. И из них относительно несложно выбирать. Когда вы начинаете использовать рис, у вас количество идей идет на десятки. Иногда сотни. В зависимости от того, какую методику вы применили, как у вас пошел уголочек. В то же время, 3 сдают критерии отбора. Идею. Как способ критерии дальше делать. Следующая, наверное, моя комплектация об основании для привлечения в команду специалистов из других областей. Здесь, может быть, знаете такую штуку, как методический перенос. Кто знает? Кто знает? Кто знает? Все. Поднимите руку, кто знает. Все знают. Спасибо. Смысл методического переноса в том, что ваша проблема могла быть уже решена в другом месте. Например, очень часто бывает так, что… Ну как, не часто. Мы сталкивались с тем, что проблемы IT или бизнеса решают совмещания, которые были предложены в биологии. Или в химии. Ну еще, может быть, нет. Спасибо. Даже так. И если вы… Чем больше вы привлекаете людей из смешных областей, или даже из смешных, а других областей, тем больше у вас шансов получить неожиданные и сильные решения. Ну и плюс это гораздо веселее. Ну и дальше фильмов для расширения общих картин на 3С дает. Потому что он просто говорит, делай вот это, чтобы расширить свою картину. И с чем 3С в реальности поможет? Значит, вот 3С все-таки занимается комбинированием опыта людей. И вы можете получить некую новую комбинацию для вашей ситуации, для вашей проблемы. с помощью 3С вы вряд ли сможете выйти за границу того, что вы, вообще говоря, знаете, что вы знаете 3С. То есть это, скорее всего, в лучшем случае будет удачная комбинация, которая решит вашу проблему, но комбинация уже существующих в мире решений. И возвращаясь к кодированию, в IT есть такая особенность, что информационные технологии сами по себе не материальны. И здесь, ну за это мы, может быть, и любим IT, все возможно. Мы работаем с идеями, с абстракциями и там кодирование. В принципе, любая ситуация, любая функция реализуема за конечное время. Противоречий жестких таких физических нет. и поэтому кодирование, чисто, наверное, КРИС не самая эффективная техника. Просто потому, что уровень сложности там относительно низкий. В последующих тех областях, с которыми я сталкивался. Да. В самом деле, противоречие возможно при внедрении архитектурных решений, когда новое решение можно контрактовать в предыдущем решении. Или есть взаимоисключающие условия. Тогда мы имеем как раз ту штуку, где нам нужно придумать, а как бы нам их скрестить. И тогда может иметь применение, там, решение с помощью методов ТРИС, посмотреть, что можно сделать. То есть, хотя нам нужно выполнять и условия А, и условия В одновременно, хотя они взаимоисключающие. Вроде бы. Ну, это будет здорово. Очень редко мы с таким сталкивались. Я бы с таким сталкивались. Действительно, если у нас есть жесткое противоречие системе, тогда, и мы не знаем, как его решать, то тогда будет интересно применить использование в этом случае. В концу самая, например, об этом в анализе, это практически просто автодоком, вещество, и проверившимость. И воспользование информации и использование в данные считательные сокрытия с собой. То есть, мы использовали информацию, но их на них, у нас отдаст для глобаротки. Просто вот с этой договорки, информационные потоки, если я смакаю, то вполне не будет. У кого есть такая проблема? Вот с информационными потоками, видите, в смысле, вот именно эта проблема, которая человеку людей волнует. Я думаю, что есть отдельные, очень интересные случаи, в которых интересно разобраться. Но вот я думаю, что мы сегодня не будем брать, буду в мире осторонными примерами. Спасибо. Хорошо. Итак, мы закрыли следующий раздел. Коротко о том, как это помогает или может помочь в ИТ. И мы переходим к следующему. Раздел это системный оператор. Сафи, меня не так много, и он, в принципе, почти все как системный оператор. Что такое традиционный подход? У нас есть наша система. И мы, когда решаем проблему в нашей системе, мы начинаем нашу систему корячить. Это вот то, что здесь показано. Мы пытаемся больше людей нанять в нашей компании. Или предпринять внутри нашего мирка некоторые способы, чтобы что-то сделать. Или мы начинаем проблему эту самую крутить, но мы все равно останемся в нашей системе. Мы не смотрим никуда дальше. Этот традиционный подход, он решает большую часть проблем. Потому что большая часть проблем, она несложна. Но когда мы ставимся с более сложными проблемами, имеет смысл разобраться посерьезнее в том, с чем мы имеем дело. И в этой ситуации мы раскладываем то, с чем мы имеем дело, на три части. Это система. То, что мы имеем. Подсистема, из чего она состоит, это наша система. И надсистема, частью чего наша система является. Имеет смысл это сделать для анализов. От того, а с чем мы имеем дело. Это подготовительный этап. Сам по себе, ну, теоретически он может решить какую-то часть проблем. Но на самом деле это пока что инструмент для расширения, как мы думаем. Но это первый этап. Он качественный, он качественнее традиционного подхода. Но дальше мы идем еще в шаг. Мы рассматриваем систему в перспективе времени. Вот оно, то, что у нас есть сейчас. Это настоящее. Вот оно. Но затем, что мы делаем? Мы смотрим, а что же было в прошлом? Что было нашей системой в прошлом? Какая у нее в прошлом была надсистема? Какие были полсистемы? А затем, вот это самое интересное, мы пытаемся представить, а что это будет в будущем. Вот услуги. Потому что для того, чтобы представить, как это будет в будущем, нужно иметь воображение. Если для прошлого мы пошли в интернете поискать, то для будущего хорошо бы читать какие-то обзоры, хорошо бы читать какую-то фантастику. Это то, что расширивает сознание. И чтение фантастики является стризием. Не то, чтобы мастер, мягко говоря, рекомендованным занятиям. А некоторые даже пишут фантастические рассказы, романы. И в принципе, мы знаем о том, что большая часть того, что было описано в фантастических рассказах или даже в сказках, уже практически реализовывала. Некоторые далеко идут. Знаете, отечественный бойфильм, «Жарка птица», по-моему, называется, да? Вот помните, они как обыграли тарелочку с наливным ямочком. Понимаете, да? Ну, яблочко катится по тарелочкам и показывает нам что-то, что происходит с героями в другом месте. Ну и потом там жарка птица надкусала все яблочки. И король, который, значит, пользуется вот этим инструментом, он боится, что, черт, с натусным яблочком-то не будет работать моя тарелочка. А потом напускает, работает. Вы говорите, о, надкусанное яблочко-то работает. Оно показывает. Другими словами, это иллюстрация планшета. Да? И то, что раньше было сказкой, сейчас взяли и сделали. Аналогично, ну вот, Баба-Яга, Супа, там, ковер-самолет, все эти перемещения по воздуху, они также реализованы. Полеты в космос, ну, раньше, допустим, думали, что небо твердое и все такое, но в какой-то момент все равно это была фантастика, что люди будут летать. Человек может с крыльями летать, фантастический рассказ, притчи, да, и так, и так далее, все такое. Сейчас, пожалуйста, ранцы, реактивная тяга полетела. И это я к чему заканчиваю? Потому что из будущего, представив нашу систему, надсистему, подсистему будущих, мы можем спровоцировать некоторые атрибуты, свойства решения на настоящее. Это, опять-таки, полезно для тех, кто занимается разработкой будущих продуктов. Для маркетологов, в том числе в IT. И следующее, вот, это очень интересная вещь, антисистема. Это взрыв мозга, когда вы решаете проблему, а с антисистемой говорите, так, вот классический пример, есть ледокол, который должен плыть сквозь леды. Да, вот знакомый. Антисистема для ледокола. Что такое антисистема для ледокола? Не плыть, не плыть сквозь леды. Не плыть, да. Но ледится как-то нахуй, наверное, да? Подоль ледом. Подоль ледом, хорошо. Прекрасно. Знаешь, да? Юный техник. Ну да. Ну да, ну хорошо. В общем, смысл в том, что мы берем и нашу систему, заменяем на антисистему, смотрим на те свойства, которые у этой антисистемы есть. И это неожиданным образом тоже может пополкнуть на решение. В частности, с ледоколом не колосьбем, но двигаться, то есть под окном, или на окном. Ну, одно... Да, на самом деле, задачи такого не у колосьбем, а кому-то у колосьбем были сзади ведущих кораблей. Конечно, да. По разному, в принципе. Нет, нет. Не прохладим на проводе караван. Но, с другой стороны, если один корабль, он поставляет грузы, и за ним каравана нет, он сам все поставил, почему бы нет? Не так. Да. Ну, вы не об этом. А мы о том, что одно из решений, одно из решений такого энергоэффективного, ледокола заключается в том, что мы берем часть, которая под водой, часть, которая над водой, соединяем их в некие тонкие, но очень прочные пластины, и дальше движемся. И мы гораздо меньшие энергии тратим на то, чтобы двигаться сквозь лед, за счет того, что мы использовали антисистему ледокола. Вы спросите, где здесь они сидят? Не будем, я не знаю. Смысл в том, чтобы брать антисистему в тех задачах, которые у нас есть. Там антисистема, но кто-то уже их объединяет, и вот получается, он не дается. Да. Спасибо. Да. Ну, идея, я только понял. То есть мы берем и для антисистемы нашу задачу переворачиваем. Мы о том, а что бы сделать вообще, как может работать антисистема, какими функциями она будет обладать. А потом, как вот и во многих других местах треза, мы начинаем думать, а как вот то, что у нас есть, применить в нашей текущей задаче. Это еще один способ борьбы с антисистем. Упражнение номер один. Пожалуйста, кто помнит камень, ножницы или бумага? Что? Прекрасно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два. Они все из себя. Все из себя. Все помнят. Все помнят. Да что, молчите, тогда. Хорошо. Наша задача это веб-компании, для которой нужно придумать расширяемую модель бизнеса. у нас есть разработчики, у нас есть проблемы, есть заказы, нет ресурсов, нет заказов, а есть. А мы хотим, вот что мы хотим, есть заказы, сразу появляются ресурсы, нет проблем с решетком, нет проблем с качеством. Значит, наша система это что? это веб-компании. Значит, упражнение 1, это мы тренируемся в системности мышления. Значит, упражнение 1, которое следующее, это сформулировать системный оператор для веб-компании. И на это 15 минут. Веб-компания это как? Да, веб-компания это здесь. А надо, соответственно, запомнить все остальные плодоративы. Прошлое, настоящее, будущее, и что? И на это веб-компании. Будущее, он системный, система, надсистема. 15 минут пошли. Честно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова